Это активные грызуны небольшого размера. В отличие от хомячков или крыс, дегу можно считать долгожителями. При правильном уходе они проживут более семи лет. Для содержания чилийской белки в домашних условиях вам понадобится высокая и достаточно вместительная клетка. Поскольку дегу очень подвижные животные, им просто необходимо наличие колеса в клетке. Некоторые хозяева выпускают питомцев из клеток для прогулки по квартире. Не торопитесь давать дегу свободу. Делать это можно, только если зверек абсолютно ручной и вы можете быть уверены, что белка не спрячется. В природе чилийские белки любят купаться в вулканической пыли, поэтому необходимо приобрести питомцу специальную емкость и песок для шиншилл. Благодаря этой процедуре очищается шерстка животного, а также впитывается излишняя влага и кожный жир. Дегу исключительно травоядные животные. Лучше всего использовать для кормления готовые корма от проверенных производителей, в которых уже подобран оптимальный состав. Для питания дегу также подойдут корма для шиншилл. В качестве источника клетчатки дегу необходимо давать каждый день сено. Также в рацион нужно добавлять ягоды, коренья, различные семена. Все это должно быть хорошо просушено. Важно знать, что они склонны к диабету, поэтому с особым вниманием отнеситесь к правильному питанию питомца. Еще одна особенность дегу – это постоянный рост зубов. Также, как и другим грызунам, белкам необходимо стачивать зубы. С этой целью давайте белкам веточки неядовитых кустатников и деревьев, кроме сливы, вишни, абрикосов и других косточковых плодовых растений. В качестве альтернативы можно давать минеральные камни, которые отлично помогают пушистым грызунам стачивать зубки. Спасибо всем за просмотр ролика до конца, надеюсь, вам понравилось видео.